В общении всех наших лекций, с каждым разом, выполняя домашние задания, вы быстрее. Чем быстрее у вас приобретет критическая масса, что делает? Вот общение. Это ваша всякие мотивации общаться с другими людьми, когда вы выполняете домашние задания. Чем быстрее вы наработаете нейроны, ну это как вот пазл вы собираетесь. Здесь пазл, здесь пазл, здесь... Когда вы собрали, у вас общая картинка появилась. Когда вы начинаете общаться, вы восстанавливаете свое ДНК. Вы восстанавливаете структуры, которые у вас были поломаны. То есть, ваша ДНК есть, но оно поломано. То есть, вам надо его просто отлижать. Ну и потом у вас будут способности, навыки и так далее. Поэтому, наше общество будет сейчас перестраиваться. И когда вы будете наполнять золотым светом, будут происходить процессы. Люди захотят почаить вас в подъезде, что-то, экологию, меньше мусорить. Визуализируйте людей, которые сортируют мусор. Визуализируйте помольше, визуализируйте того, что вы хотите представить позитивное. Ну и, по крайней мере, на своем микрорайоне. А домашнее задание, почему это называется пассивное, то есть, оно будет следующим образом. Вы делаете какую-то практику, вы можете наполнять постоянно пространство, а можете взять себя за цель. Вот вы золотым светом наполняете пространство, или вы видите катаклист, неважно где. Вы наполняете, потом смотрите, как эти люди восстановились. Или, допустим, наполняете какую-то ситуацию в вашем микрорайоне, вы знаете, что-то она проблемная. Вы наполняете, 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 и потом что-то эта ситуация как-то решилась. Можно другого человека наполняете? Да, конечно, ради Бога. Вы наполняете, да? Да, конечно, конечно. Вы делитесь любовью, это и есть деление любви. И вот, когда вы это делаете, потом на одной из лекций, на одном из домашних заданий, мы это будем делать постоянно, вы будете делиться, рассказывать, вот, у меня оно реально сработало, вот, поменялось это, вы заполнили любовь, но это все поменялось. Вот. Теперь мы сейчас модулируем одну ситуацию, те профессии, которые у нас будут в дальнейшем, кстати, в следующей лекции, которая будет, это же четверг, в следующий четверг, здесь. Лекция будет на тему, как развить образное мышление, практики и техники расширения понимания образного мышления и как научиться пространственной мысли. А вот в следующую пятницу, ой, в субботу, будет здорово, правда, в следующую субботу, 15-го числа, я буду делать первый выездной семинар, кто захочет заинтересуется, я его проанонсировал. Есть одно место силы в Черниговской области, место Буки, может кто-то слышит, это Букский каньон. Черкасска. Да, Черкасска, я прошу прощения. Черкасска область, это Букский каньон, это древнее поселение атлантов, которое были, они там жили себе, и там есть реальные места силы, плюс первое, там электростанции, мельницы и Дольмен в Украине, который мало кто знает. А где, 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 где. Это будет.